здравствуйте мои дорогие рукодельницы сегодня мы продолжаем работать над нашей композиции прошлом видео мы рассмотрели как на основании скрученной серединке сделать большую розу которая повернула головку к нам то есть которая смотрит на нас также мы посмотрели как сделать стебелечки ну я вот тут дополнила листочки дальнейшем я покажу как я это делаю так сегодня я покажу как я вышиваю розу которая к нам боком повернута и как я вышиваю бутончики вот именно на основании скрученных этих но скрученных бутончиков скрученных срединок скажем так я вот уже подготовила две срединки одну вот по но покрупнее это у меня будет роза которая боком и одну поменьше это у меня будет розочка бутончик вот здесь бутончик будет так также нам сегодня нужны будут ленты красного цвета органзы зеленого цвета органзы еще я приготовила но это я делаю первый раз посмотрим что получится у меня нет но фабричной узкой ленты органзы зеленого цвета поэтому я ленту в два с половиной сантиметра разрезала пополам и краешек обработала такая мне ленточка понадобится для чашелистика когда я буду вышивать бутончик ну посмотрим что получится я думаю должно получится все итак с чего же мы начнем ну начнем мы конечно с розочки которая повернулась от нас вот сюда которая вернее расположилась боком я вот здесь вот уже небольшую схемку для себя пометила такую чтобы мне чтобы мне правильно располагать мои листочки и сегодня сначала мы начнем с лепесточков если здесь я сначала серединку пришивала а потом вокруг лепесточки то здесь я сначала вышью ну два или три лепесточка посмотрю как значит тут нужно определиться в какую сторону будет повернут цветочек у меня он в эту сторону будет повернут и значит я что делаю я сейчас сначала вышлю два или три задних лепесточка то есть которые будут находиться вот за этой серединкой так я вывела ленточку и расправила и делаю вот один лепесточек укладываю ленточка органза скручивается поэтому поддерживайте ее пальчиком другой руки так ну вот так как то вот это у меня будет один лепесточек на двух будет достаточно и рядышком я сделаю еще один лепесток я обычно такие цветы делала из атласной ленты посмотрим что получится у нас из арканцы я думаю должно быть тоже неплохо рядышком делаю еще один листочек также лепесточек вернее сказать так же укладываю что-то не получается назад подтягивайте ленточку и снова пытайтесь подтягивать то один край то другой ну вот по-моему достаточно нормально легли лепестки теперь я вот здесь подкалю эту иголочку теперь нам нужно пришить нашу срединку посмотреть какой стороной она будет лучше ложиться ну я думаю вот так мы ее вот так боком и будем пришивать и вот в этом случае вот этот длинный хвост вот он нам не нужен он нам будет только мешать поэтому я его отрезаю и край хорошо обрабатываю и теперь я опять смотрю как мне лучше уложить да вот так мне кажется будет хорошо и пришиваем нашу серединку не выдернулись иголка вот так прям ее основательно так вот чтобы она вот здесь вот вверху вот так вот не болталась как вот у меня получилось значит нужно вывести иголочку вот сюда между лепесточками и тоже как бы закрепить пару стежочков сделать вот я один сделала и и другой то есть зафиксировать нашу срединку вот в том положении вот видите теперь она никуда не денется в каком нам нужно вот срединка у меня пришита теперь я что делаю закрепляю эту ниточку и убираю вне на больше не понадобится и теперь мы будем вышивать оставить другие лепесточки теперь что мы делаем посмотрите мы вот наша срединочка до которую мы скрученная и вот здесь вот у ее основания я вывожу иголочку вывожу иголочку с левой стороны вот этого основания теперь нам нужно закрыть ее как бы расправляю ленточку я ее укладываю вот укладываю вот под эти лепесточки прямо вот так она мне должна обнимать и посмотрите я делаю прокол в край в край ленточки так у меня и ленточка зафиксируется не будет болтаться и нужный отворотик вот тут получится так а здесь вот нужно осторожненько опять же подтягивать все все легло на свои места вот видите я этим лепесточком как бы обняла нашу срединку вот и отворотик такой же получился теперь нужно в зеркальном отражении сделать точно такой же лепесточек вот с этой стороны то есть с левой теперь я вывожу ленточку ну справа рядышком вот вот основание опять нашей серединке но уже теперь справа так смотрите чтоб там в ленточку не попасть постоянно следите за изнанкой куда у вас идет ленточка точно так же теперь расправляем ленточку укладываем ее укладываем ее как мы хотим и вот посмотрите ленточку вот этот край который прижимается к ткани его нужно прям вот немножко как бы натянуть не надо чтобы он был свободный тогда вот этот лепесток ляжет более более красиво что ли и вот теперь когда я уложила ленточку теперь я в край опять же в край ленточки делаю прокол расправляю ленточку здесь пальчиком помогаю и аккуратненько подтягивая то один край ленточки то другой я укладываю то есть формирую данный данный стебелечек вот вот такая красота у меня получилась теперь смотрим нужно ли нам еще делать но я так думаю что нужно теперь я опять с левой стороны уже вот здесь чуть-чуть повыше делаю прокол вывожу ленточку я ее опять расправляю она у меня ровненько была я ее укладываю так она как-то не так тут загнулась попробуем другую сторону да вот так лучше будет и посмотрите я ее опять укладываю как бы обнимая наш цветочек и нижняя нижний край ленточки вот она прям плотно идет у меня по ткани и отступая вот от верхнего вот этого загиба ну вот совсем чуть-чуть почти рядом с ним я опять делаю прокол в ленточку так здесь сразу ленточку надо выправить пальчики нам в этом как всегда помогают и подтягиваем то один край ленточки то другой и вот посмотрите за счет этого что вот здесь мы плотно уложили ленточку и лепесточек то вот ложится так как нам надо вот мы его еще подтянули вот он какой красавец получился и теперь зеркальном отражении нам нужно сделать точно такой же лепесточек с правой стороны выводим ленточку про вернее с левой надо сделать справа выводим ленточку мы ее опять расправляем ровненько чтобы она у нас была чтобы вот тут внизу она не была перекрученная и опять же мы ее укладываем плотненько плотненько к ткани прижимаем и смотрим как нужную длину нам лепесточка данного то есть вот от верхнего отступаем вот от верхнего края да а прокол делаю вот как раз где загибка вот это кончается у того лепесточка вот я ее ввожу ленточку и опять же формирую лепесточек подтягиванием то одного края ленточки то другого вот такой цветочек получается вот на этом этапе можно уже и остановиться если вы хотите сделать именно вот такой еще не до конца раскрывшийся цветочек только тогда здесь нужно будет добавить чашелистики потому что их видно но я хочу еще добавить вот здесь раскрывшиеся вот такие лепесточки вот смотрите что я делаю я теперь я вот здесь ну примерно на средине вот этого лепесточка который я сейчас только сделала я вывожу ленточку я ее расправляю и я сейчас сделаю обратный ленточный стежок то есть я вот так изогну ленточку сразу нужную длину какую и сделаю прокол прямо в середину ленточки но с обратной стороны и точно так же я буду подтягивать то один то другой край и посадите какой воздушный красивый получился лепесточек теперь я отступаю на миллиметров пять и делаю еще такой же лепесточек я также посмотрите укладываю ленточку нужную длину и теперь я прокол буду делать в средину ленточки но уже с обратной стороны и подтягиваю то один краюшек то другой вот какая красота получается далее продолжаем снова выводим расправляем лепесточек и точно так же посмотрите укладываю ленточку вот нужный мне какой будет лепесточек и делаю прокол вот в средину ленточки с обратной стороны и и утягиваю ленточку наизнанку и теперь я подтягиваю то один то другой то есть формирую тот лепесточек ту высоту и ширину и красоту лепесточка какой мне хочется так ну я думаю пожалуй мне вот сюда еще надо один не хватает мне тут еще лепесточка и то же самое я делаю я делаю опять посмотрите загиб нужный мне делаю прокол в ленточку с обратной стороны и подтягивая то один то другой край ленточки я фиксирую смотрите какой замечательный получился цветочек и вот уже вот такому цветочку ну не надо тут делать чашелистики потому что они спрятались за листочки за лепесточки так скажем вот такой красавец у меня получился отрезаю ленточку и припаиваю так ну и осталось нам сделать еще бутончик так бутончик этот как я говорила уже я сделала помельче значит здесь тоже лишнее вот это все нужно отрезать и смотрим какой стороной лучше его пришить но я так думаю что вот этой стороной лучше будет так ну убираем туда иголочку проткалываем а потом укладываем так как нам хочется и основательно уже пришиваем к ткани наш вот этот не распустившийся только появившийся бутончик прям так хорошо его ниточками здесь мы используем ниточку в тон ленточки и прям вот основательно хорошо пришиваем так ну вот тоже чтобы он здесь вот не болтался тоже постарайтесь прямо туда в срединку вот последнего лепесточка ввести иголочку и прямо зафиксировать его так так ну вот достаточно можно когда здесь вот еще будете закреплять еще подцеплять прям путончик иголочкой и дополнительно он еще закрепиться ну и теперь нам нужно сделать нашему цветочку чашелистики ну а для этого как я говорила вот такую самодельную самодельную ленточку я приготовила ну как самодельную разрезала широкую почему-то мне вот все же захотелось уж коль вся работа сделана из органзы то и чашелистик сделать из органзы так что мы делаем выводим ленточку и посмотрите первый лепесток от листочек от чашелистика делаем ну вот у меня сейчас в данном случае с правой стороны и я делаю прокол в средину ленточки то есть делаю ленточный стежок и его подтягиваю маленько соседняя розочка мешает вот так то же самое делаем и с другой стороны так я наверно здесь вот так же сделаю коль это у меня ленточка разрезанная то я кромку пущу вот по цветочку то что обработано ближе к ткани прижму то же самое делаю также ленточный стежок и затягиваю его так далее что вот сюда в серединку вывожу еще центральный надо мне сделать лепесточек так а вот здесь мне не охота прокалывать вот так насквозь эту бутончик мой а я что сделаю я сейчас сделаю вот центральный ленточный стежок не прокалывая вот я уголочек сформировала а теперь я пропущу иголочку вот вот в крайний лепесточек вот так не прокалывая ткань и выведу его ее вот сюда к основанию вот так попробую попробую может все получится хорошо ага так вот идет это иголки оторвалось но идет так и теперь нам нужно так вот так только здесь не затянуть все получилось классненько ну и обычно чашелистики у розы они не только обнимают сам цветочек они еще как бы вниз опускаются вот мы сейчас попробуем тоже сделать здесь я хочу вот так перекрутить ленточку и ну как то вот так что ли у меня уже листочек вот так как то в бок загнуть что ли мое ага сильно ушел туда ну и в другую сторону немножко листочек помешал вот утянула ну ладно ничего страшного этот я как бы вот сюда наверно пущу вниз вот такой получился бутончик так обрабатываем припаиваем к работе ну и теперь нам осталось добавить лепесточков берем ленточку зелененькую два с половиной сантиметра как я вот добилась вот таких воздушных этих листочков сейчас я покажу так ну вот здесь это от центрального листочка вот здесь сейчас я попробую от вот этого нашего цветочка который боком смотрит я прямо проколю стебелечек расправляю теперь ленточку здесь важно чтобы ленточка вот посмотрите она же все равно как бы присобирается вот вот она как загнулась внутрь собой сторон вот это у меня будет лицевая сторона верхняя сторона теперь что я делаю я делаю ленточный стежок на весу лет на прямо в ленточку не прокалывая сначала ткань протягиваю и формирую вот лепесточек который мне хочется вот смотрите чтобы вот он был такой вот вот такой вот необычный остренький и мне хочется чтобы он вот как бы парил в воздухе то есть вот так нужно его сдвинуть не натягивая пальчиком придерживаю и вот в этом месте я теперь уже не прокалывая ленту а просто увожу эту не прокалывая я имею ввиду лепесточек прокалывая просто ткань рядышком я увожу ленточку наизнанку ну вот такой вот воздушный лепесточек у меня получился ну рядышком теперь я снова выведу ленточку опять же я посмотрите расправляю ее и делаю то же самое делаю прокол в ленточку я сегодня длинноватую ленту взяла то что я вам на прошлом занятии говорила что не надо брать длинный вот видите проходя через ткань лента деформируется она как бы сжимается но это может с одной стороны неплохо сейчас будет для меня в данный момент здесь тоже смотрю куда мне надо направить этот лепесточек я его туда и направляю подтягиваю опять то один то другой край ленточки как-то получился лепесточек на лепесточки но из-под него наверное я еще вот здесь зелени говорят много не бывает чем больше зелени тем как-то наряднее смотрится и вот сюда я ее наклоню в сторону здесь когда будете лепесточки вот такие делать просто смотрите куда вам хочется уложить куда хочется наклонить данный лепесточек так вы и делаете так и поступаете о какой у меня получился ну вот здесь мне еще прям хочется чтобы лепесточки прям листочки вернее чтоб прикрыли мой стебелек поэтому я здесь сейчас отрезу потом за обработаю и попробую еще вот здесь в серединке так делаю также прокол в ленточку формирую листочек и вот мне хочется чтобы он куда-то сюда повернулся вот этот видите листочки всяко у цветочков загибаются в разные абсолютно стороны и еще вот чтобы как у меня ленточка часто у вас не выскакивала с иголочки когда вы уже начинаете подтягивать то старайтесь тянуть не за не за иголочку а вот старайтесь подтягивать именно ленточку чтобы лишний раз не вставлять ниточку в иголочку я думаю уже достаточно ну вот вот такая красота в результате у меня получилось вот такой воздушный я бы рассказала цветочек на этом у меня сегодня все мы с вами сегодня рассмотрели как вышить цветочек который повернулся к нам боком и рассмотрели как вышить бутончик и именно все цветы мы делали на основе скрученной розы ну вот то что я вам показывала вперед в видео вот такие окрученные розы и их как раз можно использовать и в вышивке и не только в вышивке можно тоже вот на основании окрученной розы вышит вышита вот эта розочка которая ну вот лежит и в результате вот так я украсила свой очечник либо я абсолютно вот недавно вышила себе связала тапочки и как раз вот эти использовала розочки чтобы украсить мне мои тапочки то есть тут только наша фантазия куда использовать нашу красоту если вам понравилось мое видео пожалуйста нажмите на пальчик кверху мне будет очень приятно если вы поделитесь этим видео со своими друзьями оставляйте свои комментарии если вам что-то было непонятно задавайте вопросы я на них обязательно отвечу и если вы еще не подписаны на мой канал сделайте это прямо сейчас и до новых встреч на моем канале на моем канале не 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 не